Выигрыш в новогоднюю лотерею. Будут разыграны шесть билетов финалистов. Эта процедура проходит в зале Министерства финансов, где находится наш корреспондент Валерио Меррелла. Мы сейчас с ним свяжемся. Валерио, тебе слово. Спасибо, Джон Карло. Добрый вечер. Я Валерио Меррелла. Господин нотариус, прошу сообщить мне номера счастливых билетов, поскольку миллионы телезрителей сейчас сидят у телеэкрана в надежде, что фортуна им улыбнется. Вот номер, а это серия первого билета. Все, кто слушают нас, ищите серию. А, Б, это выигрышная серия. А номер билета 15, 4, 2, 9. Проклятие, номер совпадает, а серия не так. Называю второй выигрышный номер. На этот билет, как, впрочем, и на остальные шесть, кто знает, может выпасть главный выигрыш в 5 миллиардов. Серия БЗ, номер 9, 5, 9, 4, 2. Повторяю, БЗ, 9, 5, 9, 4, 2. Проходи, не загораживай. Третий билет. И так я называю серию и номер. Черт, сглазила. Есть ли у вас в руках билет серии Ку? Постой. За номером 5, 8, 7, 4. Мимо, продолжаем. Серия и номер четвертого счастливого билета П, 4, 9, 8, 5, 7. Повторяю, П, 4, 9, 8, 5, 7. У меня все. С вами был Валерио Мерло. Передаю слово театру Виктория. Спасибо, Валерио. Мы ждем нового включения. Эй, друг, ты что, уснул там? Проваливай. Редакция газеты «Дневной вестник». Да, слушаю. Спасибо. Ребята, кто-то хочет спрыгнуть с пятого этажа. Ты поедешь? Попытки самоубийства не моя стихия. Манчини, это по твоей части. По моей? Да ну. Подождем, когда спрыгнет, и пошлем бордели. Если он сам спрыгнет, а если его подтолкнуть, это уголовная хроника по части пансиани. Прекратите. Кто-то же должен ехать. А давайте дурака черт или пошлем у него отбук. Тем лучше я позвоню ему домой и заодно проем ему плеш. Да он же сейчас прыгнет. С ума сошел. Ну что, давай, чего ты ждешь? Минутку. Я потом прыгну. Алло. Черт ли, ну что так долго? Послушай, черт ли. Какой-то идиот собрался прыгнуть с пятого этажа. Улица Джельсамини, 10. Возьмите у него интервью, пока не прыгнул, иначе я вас уволю. Видите ли, я, господин редактор, я уже на месте. Ну вот и возьмите у него интервью. Да, но тут проблема. Этот идиот. Короче, материал мне нужен через полчаса, поняли меня? Через полчаса. Что тут случилось? Кто видел? Давайте быстрее. Квартира 10, на пятом этаже. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть. Что? Что случилось? Я журналист. Мне сказали, что какой-то идиот прыгает с пятого этажа. И я поднялся проверить. И меня толкнули. Меня толкнули, понимаете? Кто вас толкнул? Я... Я сам себя толкнул. Как это сам? Да вы не волнуйтесь, господин. Простите, не имею чести. Я все выяснил. Он собирался выпрыгнуть, но уже не собирается. Вы точно знаете? Совершенно точно. Ну ладно. Я сейчас поднимусь и выброшусь. То есть брошусь в постель. Ну ладно, расходитесь, нечего тут смотреть. Инженер? Но я представитель. Мне все равно. Расходитесь. Расходитесь, говорят вам. Убирайте лестницу. Убирай. Отойдите все. Отойдите. Давай, опускай. Еще. Еще немного. Простите, доктор. Минутку. Чего вам? Видите ли я журналист? И мне... Что? Виноват, господин адвокат. Я захлопнул дверь. Нельзя ли мне подняться по лестнице? Ну, поднимайтесь, только быстрее. Благодарю вас. Подождите, ребята. Благодарю вас. Давайте быстрее. Благодарю. Вы очень любезны. Спасибо. Потрясающе. Вы настоящие герои, ребята. Сейчас я поднимусь и наложу... То есть, нет, не наложу, а лягу в постель. Благодарю, сестра. То есть, до свидания. Спасибо. Спасибо, инфермира. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До скорого. Спасибо. Все равно я жить не буду. Я, пожалуй, отравлюсь газом. Газом. Вот, в духовку. Ну, ладно. Вот так лучше. Лягу поудобнее. Вот так. А где же газ? Вот здесь. Вот. Вот так. Сейчас лягу поудобнее. Кто это? Собака. Собака. А это кто такие? Да. Ну, ладно. Лягу поудобнее. Да. Я сейчас. Добрый вечер, семейство Росси. Я ваш сосед. Видите ли, я случайно залез по пожарной лестнице к вам в окно. Прошу меня извинить. Синьор, вы только не волнуйтесь, все в полном порядке. Я сосед. Пожалуйста, передай своему папе, что я... Словом, я пошел. Извините за беспокойство. Я пошел домой. Я здесь рядом. Извините. Ну, я пошел. Пошел. Извините. Через несколько минут ваше любопытство... Мам, дай мне попить воды. Серия Б, номер 4, 2, 2, 8, 3. Повторяю. Серия Б, номер 4, 2, 2, 8, 3. Серия Б, номер 4, 2, 2, 3. Я разочаровался в жизни и решил выпрыгнуть из окна, повеситься, перерезать себе вены. КОНЕЦ Где же нож? Где нож? Возьму бритву. Где бритва? Отравиться. Нафталин. Стиральный порошок. Стиральный порошок. Прощай, мой единственный друг. Как в фантастическом кино. Вы вскоре узнаете номер выигрышного билета, а также имя счастливого обладателя 5 миллиардов. Я понимаю, какая сумятица сейчас творится среди наших телезрителей, и поэтому повторяю серию и номер билета. Внимание, 5 миллиардов в новогоднюю лотерею выиграл билет серии З, номер 0, 17, 17. Повторяю, билет серии З, номер 0, 17, 17. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Сто три. Скорую срочно. Улица... Улица Джильсамини, 10. Мне? Мне плохо, да. Я потом объясню. Как? Как в другой раз. Что случилось? Мы сидели, и вдруг бум. Мне плохо. Пустите меня. Угу. Откройте. Подождите. Куда же вы? Как мне плохо. Стойте. Стойте. Остановитесь. Нет. О боже, какая дикая боль. Мамочка моя, какая боль. Послушайте, сеньор, господин санитар. Простите, пожалуйста, куда мы? В какую сторону? Мне кажется, куда мы, собственно, едем. Скорая помощь. Мама, мама, мама. Мама, мама, мама. О! О боже мой. Бог мой, какое счастье. Я богат. Я чертовски богат. Я богат. Этому ставить клестер? Нет, этому только промывание желудка. Есть риск для жизни. Скорей. Ради бога, скорее. Скорей. Скорей. А это? Что это за приспособление? Что это? Так, на позицию. На позицию. На позицию. Вставляй. Ну вот и все. Чего он ржет, не пойму. Нет, ты подумай. Пять миллиардов выиграл. Кто же это скотина? Тут надо держать ухо востро. Мраз отнимут. Прежде всего, не отдавать билет. Ни банк, ни адвокату, ни нотариусу. А припрятать дома. В надежном месте. Эдак на полугодика. Но на всякий пожарный надо его хотя бы сфотографировать, чтобы доказательство осталось. Главное, живи себе, как ни в чем не бывало, чтобы никто ничего не заметил. Да, не меняй образ жизни, ничего не покупай, чтобы никто ничего не заподозрил, что ты разбогател. Главное, живи себе. Ну вот, спрячем в надежном месте и будем жить, как ни в чем не бывало. Лифт. Лифт. Чего надо? Синьор, это я, черт ли. Ну и спускайся пешком. Пора в гроб ложиться, а ему лифт подавай. Голь перекатная. Сейчас полюбуюсь. Хоть немного. Хоть минутку полюбуюсь. Хоть чуть-чуть. Прошу прощения. Я хотел сказать, что это мое место парковки. Да. А вы? И давно вы за него платили? Я. Один, два, шесть с лишним месяцев. Ну вот. К тому же, если вам нужно место парковки, сперва купите машину. Вы что-то сказали? Я. Нет. Ничего. Вот и хорошо. А-а-а! Ю-ху-ху! Ю-ху! Я ладюй! Ю-ху-ху-ху! А-а-а! Ю-ху! Ю-ху-ху! Чёрт или под ноги надо смотреть? По корнише прошу простить. Я, чтобы как-то компенсировать, хотел бы вам напомнить о вашем обещании поужинать. Поужинать со мной. В пиццерии. Виноват. Поужинать в пиццерии. Сегодня вечером. И не мечтайте. Какая непростительная дерзость. Чёрт или, главному срочно. Иду. Спасибо, иду. Сию минуту. Манчини, прошу вас, переделайте материал об умственно неполноценных. Разрешите? Здравствуйте. Кстати, об умственно неполноценных. Проходите, Чёрт или проходите. Моё почтение. Как дела? Вы подготовили интервью с тем самоубийцей? Нет, потому что, к счастью, самоубийство не состоялось. К счастью для вас, поскольку вы смогли отоспаться. Ну, так как вы хорошо отдохнули, я дам вам особо сложное задание. Благодарю, господин редактор. Вы очень любезны, как всегда. Найдёте мне того, кто выиграл в новогоднюю лотерею. Это крайне деликатная миссия, господин редактор. Вы же знаете, какие они плуты. Спрячут билет, притворятся дурачками и живут, как ни в чём не бывало. Вот именно. Я вам даю такое задание, чтобы у меня был повод вас уволить. За что? Как за что? Кто у нас бездарь, безстолочь, балласт? Чёрт или? Кто в редакции самый безграмотный, безмозглый, банальный? Чёрт или? А кто самый непрезентабельный, некомфортабельный, некоммуникабельный? Чёрт или? Я сам знаю, что я самый бесперспективный сотрудник редакции. Молодец. Схватывайте на лету. Вот и летите. Найдите нам вонючку-миллиардера. Уже нашёл. Вот. Сравните. Тот же номер. Ясно вам. Я выиграл в новогоднюю лотерею. Сам вонючка. Шёл вон. Пошёл. Остановите печать. С меня хватит. Я вам покажу, кто балласт. Кто безграмотный. И бесперспективный. Чёрт или, чёрт или. Будет экстренный выпуск. Со мной можно не считаться. Чёрт или выиграл в лотерею. Вот так. Я вам покажу, кто я на самом деле. Дай сюда. Я сам увольняюсь. Да, да, конечно. Счёт за нанесённый ущерб пришлёте мне домой. Синьорина Маскини, чёрт или выиграл в новогоднюю лотерею. Пять миллиардов. Пять миллиардов. Чёрт или. Насчёт пиццы сегодня вечером. Её с удовольствием. Синьорина Маскини, у вас с пиццей небольшая заминка. Пиццу я больше не ем. А ем я теперь осетровую икру. Французские трюфели. И шампанское. Коллекционное розовое шампанское в Гранд-Отеле. Я без ума от икры с трюфелями. Давайте отпразднуем сегодня в Гранд-Отеле. Я в Гранд-Отеле? С вами. Дорогу. Дорогу. А так? Не путайтесь под ногами. Прошу вас, сеньор Чёрт или. Дорогу миллиардеру. И что вы намерены делать дальше, сеньор Чёрт или? Что? Ну, не знаю. Что-нибудь придумаю. А ну, пошли. Потрясающе. Здравствуйте, сеньор Дермоли. То есть, сеньор? Двадцать лимонов, а давай думаешь? Двадцать миллионов? Что за смех? Вы меня задушите, сеньор Дермоли. Я тебя предупреждал, отдавай на лужок, а то прикончу. Я и так еле жив. Кто вы? Что вам надо? Ну так что? Что? Двадцать миллионов. Я вам хоть сорок отдам, ей-богу. Я же выиграл пять миллиардов в новогоднюю лотерею. Покажи билет. Билет? Вот он, пожалуйста. Держите. Я снял его полароидом. Серия З 01717. Ладно, поставьте его. Поздравляю. Спасибо. Очень любезно. А где оригинал? У меня нет оригинала. Оригинал? Нет, стойте. У меня с собой нет. Но если вы дадите мне часок, я съезжу за ним, получу наличные и урегулирую все наши проблемы. Хорошо, хорошо. Хорошо. Благодарю вас. Вы очень. Большое спасибо. До свидания, господа. До скорой встречи. Такси? Друг, я первый в очереди. Да черт, али первый, второй. Поехали. Вперед, с ветерком. Вперед. Давай за ним, Камила. Хотелось бы знать, где он припрятал билет. Не спускай с него глаз. Потом доложишь. Вот он. Синьор черт, вы первый раз выигрываете в лотерею. Минутку, одно дельце улажу и вернусь к вам. Синьор черт, али? Синьор черт, али? Я все знаю. Поздравляю вас. Пять миллиардов. Мне рассказали. Это потрясающе. Синьор черт, али? Ваше место парковки, пожалуйста. Пауло Чертоли, опись имущества. Пять миллиардов, миллиардов пять. Мне теперь на всех, на вас глубоко начхать. Счастье, счастье, выиграть в одночасье. Счастье улыбнулось мне. Я теперь богат, богат и не женат. И мне, друзья, поверьте, сам Черт не брат. Что? Что такое? Где это я? Нет, не может быть. Пусто. Повестка. Нет, вывезли. Все. Машинка, билет. Машинка, билет. Билет. Нет, не может быть. Не может быть. Что же делать? Минутку, минутку. Я в ванной. Я в ванной. Как же быть? Только бы никто не узнал. Я выброшусь из окна. Нет, я еще не готов. Что же делать? Что делать? Канат. Канат. Вот он. Вот так-то лучше. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Стоп! Папа, нали мне воды. Тереза, воды. Нет, нет, нет. Мамочка, нет. Такси. 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 Поеду на этом. На судебный аукцион. Все едем? Все. Ну, на случай поломки. Беру шесть. Только шесть. Пишущая машинка «Таурус» выпуска 26-го года с подлинным колпаком невеликой исторической ценности, но на полном ходу. Начальная цена 25 тысяч лир. Кто больше? 25 тысяч раз. 25 тысяч два. 200 тысяч. 200 тысяч. Да, но начальная цена 25 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч? Да. Синьор предлагает 300 тысяч. Кто больше? 500. 500. 500. 500 раз. 500 два. 500. Миллион. Миллион раз. Миллион два. Миллион. Два миллиона. Два миллиона раз. Два миллиона два. Два миллиона. Три. Три миллиона раз. Три миллиона два. Три миллиона. Продано за 4 миллиона. Нет, это... Да, 4 миллиона. Хорошо. Поздравляю. Я спорил сам с собой. Служитель? Посмотрим, что мы сегодня продали. Это же тот фиг, что выиграл 5 миллиардов. Бегёте от заклад, он их быстро промотает. Предъявить документы? Да нет, вас все знают. Спасибо. Пожалуйста, ваш адрес и подпись. Да. Где? Здесь. Здесь, с удовольствием. Благодарю вас. Одну минуту. Мне надо проверить. Ещё одна машинка Таурус, Близнец Первый. Учитывая предыдущий эпизод, позволю себе назначить цену в 500 тысяч. Кто больше? Хорошо, опускаюсь до 100. Но тут ничего нет. Кто желает ваше предложение? 25 тысяч. 25 тысяч. Раз. 25 тысяч. Два. Ещё одна. 25 тысяч. Стой, три. Три. Поздравляю, сеньора, который за 25 тысяч приобрёл исторический раритет ценой в 4 миллиона. Аукцион закрыт. Пожалуйста, кофе и свежую газету. В который час? Машинка. Кому продали мою машинку? Прошу прощения. Я покупаю. Что? Пишущую машинку. Она уже продана? Кому? Спросите у секретаря. Вон там. Простите, простите. 20, 30, 50 миллионов. За что? За пишущую машинку Таурус. Но это невозможно, сеньор. Её уже купили. Кто? Скажите адрес. Скорее, это срочно. Она предназначена в дару обществу слепых. Даритель пожелал остаться неизвестным. Вот видите, это последняя из машинок Таурус. Последняя. А сколько их всего было? Одна, две, три, четыре, пять. И последняя, шестая. Шесть. Да. Все одинаковые? Одинаковые. Превосходно. Сеньора, будьте добры. Мне бумагу, ручку. Я должен записать. Я журналист. Поскорее, сеньора. Побыстрее, сеньора. Я опаздываю. Я вырву лист. Но, сеньор. Не могу иначе. Когда-нибудь вы поймёте. Общество незрячих и неимущих. Чего? Мне нужен директор. Директора нет. Ну? Хочу предложить вам очень выгодную сделку. Посторонний вход воспрещен. Послушайте, я журналист дневного вестника. Вас-то нам и нужно. Заходите, поглядите, как тут с нами обращаются. Босс, это Камила. Тут что-то неладное творится. Он купил старую пишущую машинку за 4 миллиона, а теперь припёрся в обществе слепых. Я ничего не понимаю. Хорошо, я понял. Продолжай наблюдение. Только смотри, чтобы он тебя не заметил. Видите? Мы тут живём одни. Всеми заброшены. Единственные наши друзья – это собаки. Ну, увы, им, беднягам тоже жрать нечего. Мы никому здесь не нужны. Ни люди, ни собаки. Извините, взгляните сюда. Не понял? Прошу прощения. Мы чуть не наткнулись на человека с двумя собаками. Пипино! Его пёс Полифем тоже слепой. Виноват незрячий. Поэтому ему дали другого пса, чтобы он водил их обоих. Вот. Идёмте. Идёмте дальше. Я покажу. Послушайте. Вот. Чуваете? Двор в совершенном запустении. Когда-то здесь был цветущий сад. А что теперь? Теперь им занимается только бедняга Джакумино. Джакумино. Джакумино! Да, я здесь. Берегись. Ну что, пронесло? Да. Вы что-то сказали? Что? Я слышал голос. Где? Нет, это не то. Простите, где этот чёртов даритель? Нет, виноват. У меня чисто журналистский вопрос. Где находятся подарки, которые вам преподносят? Какие подарки? Это не подарки, а один хлам. Только что привезли старую пишущую машинку. Какой чёрт она нам? А мне как раз. Где она, эта машинка? Шут её знает. У Дона Паулина в кабинете, наверное. Нашу газету интересует именно эта машинка. Я не уполномочен вам её показывать. Пойдёмте. Я вам ещё кое-что покажу. Видите ли, редактор моей газеты? Вы мне можете доверять вслепую. То есть, извините. Слыхали? Нам даже моющих средств не дают. Видите, в каком всё запустении? Все стёкла побиты. Всё побито, всё. Всё побито к чёртовой матери. Директор. Здесь директорский кабинет? Да. Дон Паулину? Да. Мне надо срочно взять интервью. Да бог с ним. Идёмте, идёмте. Чивые, ничтожные, пища однообразная. На кухне мы сами управляемся. Куда это годится? Погодите, погодите. Нашему главному наплевать. То есть, его не интересует качество пищи. Нашу газету интересует. Только вам налить. Только подарки и... Что, горячо? Да. С вашего позволения, немного воды. Так, где же ваш Дон Паулину? Кто его знает? В банке, наверное, в очереди стоит. А здесь его нет? Нет. Он уехал? Да. Ну, тогда интервью окончено. Наша газета благодарит вас. Позвольте откланяться. Я вас провожу? Я сам найду дорогу. Сидите, пожалуйста. Благодарю вас. Мы ещё увидимся, то есть услышимся. До свидания, до свидания. До свидания, господа. Опять этот голос. Странно. И, боже, где, подumen? Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! 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 Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! 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 Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Простите. Простите. Вы не ушиблись? Добрый день. Видите ли, я тут голосовал. А вы неосторожно ездите, должен заметить. Когда поправитесь? Простите, я возьму ваш мотоцикл. Вам он теперь все равно не нужен. Добрый день. Стой! Стой! Остановись! Остановись, я сказал! Остановись! Проклятие! Где же она? Где же она? Где? Закопал. Вот она! Вот она, родимая! Вот она! Алло! Синьор Барбас, добрый вечер! Кто говорит? Это мастер из компании Таурус. Нам стало известно, что сегодня вы приобрели на судебном аукционе пишущую машинку, номер лот 127. Так, так точно. Мы по компьютеру установили, что в ней неисправна каретка. Она прекрасно работает. Нет, синьор Барбас, прошу простить за назойливость. Но ведь вы в пишущих машинках, извините, ни ухом, ни рылом. А мы просто обязаны ее починить. Причем крайне срочно. Это наш святой долг. Наша компания просто никогда не поступает иначе. Это наша обязанность. А это дорого? Нет, что вы, синьор Барбас. Это совершенно бесплатно. Это наш профессиональный долг. Мы обязаны устранить неполадку как можно скорее, извините. Вы на каком этаже живете? На третьем? Прекрасно. А я здесь внизу. Через минуту буду у вас. Простите, вы механик, значит, вы и в газовых плитах понимаете? Разумеется. Очень кстати. Я никак не могу зажечь свою. В ней что-то шипит, и там две кнопки, зеленые и красные. Какую нажать? Зеленую. Нет, красную. Нажмите красную. Ну что, все в порядке? Все хорошо? Разъединили. Скорее. Сейчас все взорвется. На помощь. На помощь. Сейчас брезент натянем. Синьора, как мне найти синьора Барбаса? Вон он, наверху. Боже мой. Я прыгаю. Подождите, я скажу, когда прыгать. Барбас, я здесь. Кто вам велел прыгать? Я же сказал, подождите. Вот и я, синьор Барбас, механик из Тауруса. Где ваша машинка? Это он мне звонил. Ты? Что такое? Ты журналист? Нет, я механик из Тауруса. Пошел вон. Я только хотел. Прочь. Да, но, господин пожарный. Прочь. Вперед. Скорей, скорей. Лезьте в то окно. Давайте, давайте, живо. Давай, пошел. Пошел, говорю. Давай, давай, живо. Ты что, оглох? Ребята, принимай. Он глухой. Подаю огнетушители. Ловите. Давай, скорей. Где? Где я? Простите, мне можно пройти? Помогите. Кто здесь? Погибаю. Помогите, господин пожарный. Я никакой не пожарный, но это долго объяснять. Лучше прыгайте. Прыгайте. Помогите. Синьора. Синьора. Я вам потом принесу свои извинения. Где она? Где она? Пожарные! Брандмейстер! Пожарные! У меня ребенок! Ребенок? Разворачивайте брезет, живо! Спасите ребенка! Ребенок! Прыгай, прыгай скорее! Прыгай! Скорее! Ловите ребенка! Ребенок! Поехали! Вот она. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Синьора, синьора, потушите меня! Субтитры сделал DimaTorzok Синьор Амар Насур, пансион Оазис Вот он! Добрый день, синьор Насар! Синьор Насар! Меня очень интересует ваша... Я хочу ее купить! То есть, нет, одолжить? На денек! Нет, на 10 минут! Пошел вон! Хорошо, я согласен! Я вам выпишу чек! Скажите, сколько? Даже не так! Я подпишу, а сумму сами проставим! Что такое? Проваливай! Хорошо! Машина застрахована? Машина застрахована? Что так? Где? 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 Э Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Мекка, мекка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Архитектор Данте Мавзолей Улица Э, Роттердамского, 12 Последняя машинка, это она Чёрт ли! Простите, сеньор Гермоли, я очень спешу, до свидания. Взять его. О, Боже! Что вам угодно. Я сяду назад, там безопаснее. Мне здесь очень удобно. Чёрт ли? Вы, вы, вы мне? Я знаю, что у тебя есть список владельцев пишущих машинок. Тебе это ни о чём не говорят? Нет, ни о чём. Нет. Нет. Ну, смотри, если врёшь, я тебя на куски разделаю. Ты ведь знаешь, я это умею. Я знаю, вы умеете на куски. Он меня на куски. Он умеет. Он умеет. Он умеет. Что ты жуёшь? Ничего. Вытащите у него бумажку. Пусть выплюнет пиво. Ещё пить хочешь? Ну что, будешь говорить? Сколько ещё пишущих машинок осталось? И у кого она? Не знаю. Я же съел бумажку. Ну, коли съел, так и запей. Влейте ему ещё. Влейте. Твоё здоровье. Привет, Пуччи. Привет. Пуччи мне дали роль. Представляешь, меня даже в программке напечатали. Смотри. Видишь? Да погоди ты. Стойте. Сейчас он заговорит. Простите, уважаемые господа. Кажется, я вспомнил. Это архитектор, чья фамилия кончается на Лей. Может быть. Может быть. А может быть, дёрнешь ещё пивка и вспомнишь, на что она начинается? Хорошо. Давайте выпьем. Пуччи, посмотри хотя бы мои фотографии на сцене. Ну, давай, давай. Тебе нравится? Да. Архитектор и художник сцены Данте Мавзолей. Хватит, мы теряем время. Я вижу, его не сломить. Отпустите. А почему вы отказываетесь от моих? От наших? От ваших? Миллиардов. Но если ты не помнишь, что же делать? Выход вон там, пошли. А куда же вы пошли? Вы далеко? Выпью-ка ещё песка. Хорошее пиво. Как я хотел пить. Прошу, сеньор. Спасибо. Театр Альгамбра. Театр Альгамбра. Театр Альгамбра. И мне туда же. Поехали. Стойте, здесь человек! Стойте! О, Господи! О, Господи! Театр Альгамбра. Дух Франции. Простите. Разрешите. У вас на плече кожура банана. Спасибо. Извините. Простите, босс, поскользнулись. Пошли. Попа! Попа! В антракте, мы пьем водички. Синьора Росси. Все в порядке? На помощь! Что случилось? Кто-то упал? Целое семейство. Я сижу за моей пишущей машинкой и рассказываю о прошлом Франции. Билет у нас в руках. Заберите у него машинку. За грязными окнами моей мансарды мельцают огни Парижа. Эйфелева башня, муленруш, а внизу плечется сено. Подтяни кверху. Ну что, хорош? Хорош, хорош. Простите, все в порядке? Как самочувствие? А это что, ваш сын? Ну ладно, не переживайте так. Я, пожалуй, пойду. Извините. А вы, собственно, куда? Опять ты! А ну, вернись! На сцену! Актеры на сцену! Быстро все на сцену! Стой, говорю! Счастливые годы, когда мы не боялись выходить на улицу. Напротив, мы просиживали целые ночи в прибрежных бестронах. Мы просиживали и влезли, чтобы получить пастор, потому, что когда мы не жили иying, что мы не видели? Халифейк! 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 Машинка, взять ее. Есть, босс. Позвольте мне пройти. Куда? Ты должен давать мне пощечину. Нет. Писал. Постойте, мне некогда. Да иди же сюда. Пикки, ударь меня. Ну, ударь меня. Нет. 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 Только не за волосы. Не за волосы. Ты бей ты меня, дурак. Бей меня, бей. Бей меня, ну. Бей. Давай. Бей. Прошу прощения, я не рассчитал. Спасибо. 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 Впереди, давай идти! Идем! Впереди! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвали! Пустите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдайте! Отдайте, она моя! Вы с ума сошли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пустите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я потом все объясню. Вернее, напечатаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Ты куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, осторожно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего два слова. Простите, что сорвал вам спектакль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо, благодарю вас. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спускайся, спускайся. Разверни лестницу. Нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голова. Голова кружится. Голова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе, чертали. Пошли, пошли отсюда. Стойте. Держи вора. Держи вора. Это конец. Бензин. Держи вора. Держи вора. Держи вора. Вот он. Прощальный листок. Я решил. Решил. Сжечь себя заживо. Вручарми фейф. Сейчас. Так. Вот так. А-а-а! Спички! 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 Простите, сеньор Росси, Христос воскрес. То есть, добрый вечер. То есть, счастливого пути, сеньор Росси. У вас огоньку не найдется? Найдется, найдется! Виноват! Беру свои слова обратно. Беру обратно. Как же мне выйти живым? Из огня, вернее, войти. Как архимед? Очки. Бумага. Вот это письмо. Вот это письмо. Те-те! Выпадает, как на моей машинке. Это же... Это же первая машинка. Та, что была у слепых. У слепых! Многоуважаемый сеньор, ждем вас в обществе, чтобы вернуть... Горит, не разберешь. Вернуть билет! Вернуть! Они вернут! Вернут мне билет! Они вернут мне билет! Что это, вода? Незрячие! Незрячие! Я получил ваше письмо. Вы что, незрячие оглохли, что ли? Общество незрячих переехало в дом напротив. Общество незрячих, но имущих. Как это имущих? Как председатель общества, я обязан доложить, как распределен подаренный нам капитал. Новое здание, 3 миллиарда. Осталось 2. Ремонт и обстановка, 1 миллиард. Ну что ж... Библиотека Брайля, полмиллиарда. Аудитория для прослушивания стереофонических дисков. 200 миллионов. Годовое жалование поварам, официантам, горничным и садовникам. 150 миллионов. Новый гардероб для всех членов общества. Обновление поголовья чистопородных собак, 130 миллионов. Оставшиеся 20 миллионов причитаются дарителю. Прославленному художнику и скульптуру Джакомо Панокье, который увековечил в мраморе нашу признательность великому человеку, нашему благодетелю. Пауло Чертоли, чей высокий дух, неслыханная скромность и героизм... Простите, сеньор, я ничего не вижу. И я не вижу. Извините, ради Бога. И даже не позволил воздать ему надлежащие почести. Мы выражаем ему нашу искреннюю благодарность. Спасибо, Чертоли. Спасибо, Чертоли. Пожалуйста, но... Истинное счастье осознать, что радость жизни не в том, чтобы получать, а чтобы отдавать, отдавать, отдавать. И я глубоко убежден, что будь он сейчас с нами, вздох умиления вырвался бы у него из груди, и, возможно, две скупые слезинки скатились бы по его щекам. И как это ни парадоксально. Если бы мы ему сказали, Чертоли, возвращаем тебе твои миллиарды, он бы наверняка отказался. А теперь наступает самый торжественный момент нашей церемонии. Прошу вас. Нашему благодетелю. В фильме снимались Доминико Саверни, Нерри Паренди, оператор Алессандро Деба, художник Мария Стильде Амбрусси, композитор Бруно Замбрини. Прошу вас.